Ну, с таким заключением, значит, есть такой у нас инженер в Америке, Илон Маск, который занимается сейчас в рядах вопросов, в том числе и космическому. Две программы выбрали они, компания SpaceX, это запуск спутников в большом количестве для подключения интернета, и второе, это они хотят сделать пилотированный валют на Марс. Первое, это вот, возвращаясь к тем вопросам, которые мы обсуждали, касательно того количества, которое спутников они хотят разместить, как это может привлечь, как дадут им добро на это, да, если у них возможность таксировать. Второе, что делает Российская Федерация в направлении освоения Марса, и нужно ли это, и насколько это возможно скоро. Я знаю, что мы этот вопрос частично обсуждали, но тем не менее, я думаю, что ребятам, кто только за душу искупил, это может быть очень интересно. Так, к сожалению, я не являюсь чиновником российского космического агентства, точнее, корпорации «Роскосмос», поэтому это все-таки вопрос, наверное, на который космонавту сложно отвечать. На это скорее может быть искупил, агентство, но тем не менее, наверное, если мы посмотрим федеральную космическую программу и вообще изучение окружающего мира, понятно, что изучение космоса, изучение планет будет держать в том числе и с историей. То, что Илон Маск пытается эту проблему решить, это похвально, но, на мой взгляд, не более того, потому что явно инженер Илон Маска, и он сам не учился бы в Аймехе, потому что, если бы он учился бы, и он бы научился бы к области нового подхода, в любую проблему, и чему и на собственную реализацию. А полет к Марсу имеет очень много сложностей, и основная на сегодняшний момент нерешенная техническая проблема – это проблема защиты экипажа от различных видов извлечения межпланетной пространства. Когда на одной конференции специалистами Маска был задан этот вопрос о том, как он был защитом, они совершенно честный дядя Илон Маска сказали, что это не их вопрос, и они оставили этот вопрос, оставили за рамками этого правильного. Так что я сразу могу сказать о людях, они не заканчиваются, считают возможным таким образом замечательным делом. Поэтому я думаю, что тот проект, о котором он говорит, тот, который он анонсировал, это все-таки в первую очередь PR-компанию, и лично у меня, как инженер, большие сомнения в том, что в ближайшее время он сможет сдержать свое слово и отправить господавку-господавку на нашу красную компанию.